И вот уже наступила осень, отопление так и не дают, все мерзнут. Кстати, что с моим голосом? И вот австралийский разработчик Sleepy Z Studio выпускает продолжение знаменитой игрушки под названием Sky Safari. Первая часть продавалась всего за 1 доллар и в плеймаркете, и в App Store. И в принципе там донатов фактически не было, люди играли, то есть думаю не нужно рассказывать вам, что это за игрушка, потому что если делить описание, как говорит разработчик, просто там сотни миллионов человек играют в эту игру. К тому же создавалось, выпускалось довольно-таки много плагиатов, повторяющих ровно то же самое, просто были изменены какие-то скины, например там Adventure Safari и что-то типа того. И вот вышла вторая часть, которая как бы в принципе на первый взгляд не изменилась ничего, но тем не менее изменения есть. Во-первых, игрушка доступна бесплатно, во-вторых, в ней есть онлайн режим, в котором сколько бы я не ждал, по каким-то непонятным для меня причинам, соперник мне так и не находился, и я не смог посмотреть, что там в онлайн режиме. Да снова, что с моим голосом? То ли потому, что слишком мало человек скачало вторую часть, то есть на данный момент загрузок всего около 50 тысяч, то ли никто не играет в кооператив, потому что они видят в этом смысла, я не знаю. Тем не менее, игрушка построена на популярном способе заработка, то есть игра распространяется теперь free-to-play, можно ее бесплатно скачивать, играть, но в игре просто нереально огромное количество доната. То есть за реальные деньги вы здесь сможете купить всякие сноуборды, снегоходы и прочее-прочее-прочее прикольные скины, шарфы и так далее. Не знаю, плохо это или хорошо, в целом игрушка прикольная, я в нее играю. Есть миссии, которые нужно проходить, которые повышают вам ранг, как бы множитель, который вам позволяет поставить как можно больше рекорд. Честно скажу, не понимаю, для чего здесь сделаны мгновенные фотографии, которые вы собираете и которые вам попадаются по пути, делают кадр и сохраняются в галерее этого приложения. Где их можно использовать, как их применить, честно, вообще не понимаю. В целом, оптимизация у игрушки отличная, такая же красивая, динамичная игра, занимает мало места на устройстве, съедает довольно-таки мало времени, если вам того не хочется, или же в ней можно залипнуть достаточно надолго, где-нибудь в пробке, там на парах или на работе. Разработчики молодцы, продукт не испортили, в отличие от того же Zombie Age 3 или Unkillit. Крайне всем советую поиграть в эту игрушку, ссылка будет по традиции в описании под видео, скачиваем, играем, не забываем писать комментарии к этому видео, понравилась вам игра или нет, что вы думаете о том, что она стала бесплатной, по поводу доната и вообще всего, что я сказал. Также, если вам понравилось видео, не забываем подписываться, ставить лайки и если есть какие-то вопросы или предложения, мне можно написать в любую из социалок, которые опять же в описании под видео. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok